Добрый день, друзья! С вами вновь стройгарант Анапа. Меня зовут Марина, и сегодня мы расскажем вам об одном из этапов строительства, а точнее о натяжных потолках. Ну а во всем по порядку, а сейчас немного истории. Добрый день, друзья! Но он имел ненадежное покрытие, и сейчас армянские мастера, сохранившие секреты старинных технологий, используют водоэмульсионную краску. В 1967 году во Франции появилась идея реанимировать технологию натяжных потолков. В осуществлении идеи немалую роль сыграли новые материалы. Тяжелая и быстро теряющая внешний вид ткань была заменена на пластиковую пленку из легкого поливинилхлорида. Современные натяжные потолки представляют собой прочную декоративную виниловую пленку ПВХ без добавления кадмия. Ее натягивают на пластиковый или алюминиевый каркас, багет, закрепляют с помощью специальных замков. Поверхность пленки может быть разной – лакированной или матовой, бархатистой или металлизированной. Ткань, кстати, до сих пор тоже используется, потолок из нее считается более экологичным. Потолок устанавливается обычно на последней стадии ремонта. Работа занимает несколько часов в зависимости от площади и сложности помещений. Производится без строительного мусора и делается из очень пластичного материала. Это дает возможность для создания как абсолютно ровных поверхностей, так и для построения сложных потолочных конструкций. Многоуровневые потолки, арки, своды, шатры и так далее. В случае использования белого, матового или сатинового полотна создается эффект идеально ровного твердого потолка, как в случае с нашим домом. Существует также пожаростойкий потолок, его чаще устанавливают в гостиницах, и морозостойкий для неотапливаемых помещений. Монтаж натяжного потолка занимает от нескольких часов до 2-3 дней в зависимости от сложности. Высота потолков 3 метра. Учитывая натяжной 2,85. Под ним спрятаны все коммуникации и все, что не должно быть видно. Потолок обладает пылеотталкивающими свойствами и не требует дополнительного ухода, что наверняка оценят хозяйки. Но при необходимости его можно мыть и протирать. Опытные монтажники могут реализовать самые замысловатые идеи заказчика. Если вдруг вы захотите чего-то особенного. Натяжной потолок водонепроницаемый. Богатый выбор фактур и широкая цветовая гамма позволяют подобрать полотно на любой вкус. Натяжной потолок не кондицирует влагу, что делает его идеальным вариантом для ванных комнат, бассейнов и саун, как в нашем случае. Натяжной потолок, который использует наша компания, имеет российский сертификат качества. Многих пугают минусы неприятный запах во время спайки полотна. Качественный материал практически свел к минимуму этот недостаток. Но при использовании некачественной пленки неприятный запах все же имеется. Это не наша ситуация. Все материалы проходят строгий отбор и контроль качества. Запах ощущается лишь при нагревании потолка при натяжке на каркас, но исчезает полностью после проветривания помещения и остывания потолка. Психологический фактор. Некоторые люди, увидев тонкое полотно натяжного потолка, начинают сомневаться в его прочности и надежности. Чтобы развеять сомнения, на этот счет существуют специальные приемы, демонстрирующие прочность натяжного потолка. Например, на раму размером в несколько квадратных метров, на которые натянуто полотно, предлагают встать взрослому человеку. При желании он может даже попрыгать на нем. Полотно в этом случае только растянется, но не порвется. А по истечению нескольких минут после окончания эксперимента, полотно становится таким же ровным и гладким, каким оно было до его начала. Предполагаю, наши мастера проводили подобный опыт. Просим обратить ваше внимание на то, что наша компания предлагает не только натяжные потолки, но и потолки из гипсокартона. Дорогие друзья, мы очень надеемся, что информация станет для вас полезной. Если у вас остались вопросы, звоните, пишите, мы ответим на все. Самое время обратиться в стройгарант Анапа. С нами удобно, практично, красиво. Еще увидимся. До новых встреч, друзья.